Олен, привет! Слушай, с этой картиной я замучился, потому что это скрипачка, там должно быть движение, рука там должна быть не как обломанная, а скрипка должна быть скрипкой. Но мы же это делаем в формате коллективный разум, который я изобрел, и туда входят с комментами, и мы все вместе ее пишем и доводим до шедевра. Как тебе, на твой взгляд, что надо там поправить, что исправить, что добавить? Может подвинуть тебя ближе? Нет, нет, я вижу. Ну вот, наверное, скрипку как-то надо сделать. Может быть, вот заднюю часть скрипки, это замечательно, по-моему. Задняя часть, это которая здесь в щеке? Да, ну да. Там же вот эта черная штучка на скрипке, поэтому там видится, как волосы. Да, надо отделить ее, что ли, или как? Ну, или, может быть, желтым продолжить, как вот этот полоизгиб такой. Ну, ты имеешь в виду, что скрипку... Вот где на плече, вот эта часть скрипки, которая лежит на плече, может быть, ее там чуть-чуть желтым сделает окончание скрипки? Вместо черного там, да? Вместо черного кусочка, да? Да, да. Вот сейчас, вот здесь. Да, где-то там. Черное убрать и продолжить желтым. Ну, наверное, да. А так лицо, хороший ветер там, в это действие какое-то происходит. А это рука, которая... Действие происходит, да, действие. Нет, подожди, вот я хочу понять. Здесь видно, что она не обломанная рука? Ну, она какая-то такая необычная там рука. Ну, видно, что она двигается. Ну, хорошо. Ноябрь, наш Бейбутов, наш друг, академик технологических наук, который занимается фотоном, что человек излучает свет, и что все из света состоит. Он мне написал, когда увидел эту картину, он написал высший комплимент. Он написал, она излучает свет. Привет. Да, я поэтому так горжусь, что в нашей школе человек больше хомофутуроса, мы можем делать шедевры, потому что это высший комплимент. Я теперь напишу ноябрь. Знаешь, дорогой, вот можно я твою фразу, если картина какая-то излучает свет, значит, она хорошая. Да, и привет передайте заодно, пожалуйста. Про твои картины. Да? Нет, привет передайте. А, привет передайте. Мол, ты пример говоришь. Покажи картину, что ты сейчас там рисуешь, вот за твоей спиной. А вот, да, весна опять пошла. Но уже лето скоро. Но она у меня относительно недавняя. И вот так покажи. Кто-то там птичек увидел, кто-то там птичек не увидел. Может, это лимончики у тебя там, нет? А может быть, лимончики, а может быть, это вообще просто бутончики или вот эти серединки цветов. В общем, по-разному. Чем дальше, тем волшебнее, понимаешь? Чем дальше, я имею в виду, расстояние. Кто-то же может себе что-то увидеть там по-разному, да. Ну, картина же должна иметь название. Вот рама и название, они как бы определяют, удалось художнику выразить то, что он хотел или нет. Или это отдается на откук зрителю. Как говорится, свет в глазах смотрящего, да. Подожди секундочку. Да, да, через 15 минут. Это больные ко мне все время звонят. Ну, если он коллективный разум у нас, формат такой, то как раз-таки каждый самый может себе, если хочет, придумать название картины. Пусть напишут в комментах тогда. Ну, буду признателен, да. А мы лучше и выберем вместе. Выберем. Как Шейла там наша? Потихоньку, спасибо, все в порядке. Завтра у вашего этого правнука одного. День рождения. День рождения, да. Слушай, маленький хассай. Молодчик. 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 Ну, он действительно светлый. Вот я от ноября нашего Бейбутова научился, что на самом деле, может быть, если так в его гипотезе, ну, которую он доказал, он же у нас академик, доктор биологических наук, там же он говорит, что все состоит из света, из фотонов. Если человек светлый, а я когда маленький был, я смотрю свои фотографии, я такой какой-то светленький. И он тоже светленький, наш маленький. Ну, короче, это я дедуля-продедуля, передай ему привет. И всех дома поздравляю с его днем рождения. Он человек будущего. Как раз-таки для него мы вот эти все приемы и упражнения. Слушай, я хочу тебе сказать. Мне одна знакомая наша написала, наша мама говорит, сколько я ее не учу вашему методу, никак не может научиться, у нее только получается раскачивание. Она потом себя хорошо чувствует. А вот эти левитационные движения, говорит, у нее не получается, потому что у нее шея болит, как только руку поднимает. Ну, да. Так я говорю, так мы же об этом и говорим сто раз. Слушай, я постоянно это повторяю. Я сейчас ноги в новой книжке об этом, с этого и начинаю. Принцип подбора путем перебора вместе с классическим принципом повторяй, пока не получится. Подбирать надо действия, потому что если у него это не получается, надо подбирать другое действие, потому что наша школа, человек больше, хомо футурус, соединяет два этих правила. Да, вот такое движение вот на уровне головы, вот так на поле. Надо подбирать то, что подходит. Потому что старое правило, классическое, традиционное, повторение мать-учения, требует еще нового дополнительного правила, чтобы был индивидуальный подбор каждому, чтобы это было теперь для всех и каждого. Она мне написала, ой, спасибо, спасибо. Я, говорит, сто раз от вас это слышала, но никак, говорит, до ума не доходила. Как только как раз не касаешься, теряешься. Потому что мы привыкли жить тем правилом. Поэтому, когда новое приходит что-то, мы это не слышим. Хотя нам кажется понятным. Я посоветую, пусть подбирает из тысячи различных вариантов, из различных упражнений, которые в этом учебнике, пять примеров просто, пять приемов даны. Для примера, и там же написано. Подбирай то, что вам подходит. Вот это новое правило. По критерию индивидуального соответствия. То, что быстрее автоматизируется. Да, почему-то вот часто этого не слышат. Хоть много раз вы говорите, я тоже говорю. Часто этого не слышат, что нужно подобрать любое действие, повторяемое, которое идет легко и свободно, и без усилий, и на автомате. Это хочется продолжать. Да, путем перебора подбирать. Ну, мы сколько делаем? Бесплатных ликбезов, вебинаров. Вот сейчас у нас будет с Романом Газенко. Вебинар. А в следующий, четверг или пятница, объявление будет на следующем году. Мы объявление выдадим завтра, послезавтра, а это будет четверг или пятница. Там как раз-таки Роман Газенко, мой друг, говорит о способах сосредоточиться, что это означает. А я как раз буду говорить, как раз сосредоточиться, чтобы увидеть картину и целиком. Отойти на расстояние или сменить эмоцию, или подождать время немножко пройдет и заново посмотреть, как говорится, утро вечера мудренее. Ну, это, короче, будет вот такой вебинар. А у вас, Элла, когда будет вебинар? Ну, пока точно я не знаю, мы еще сейчас... У нас там немножко другой формат теперь, мини-группы. И, наверное, до сентября мы решили как бы раз лето, то перерыв сделать с мастер-классами нашими. А есть у нас мини-группы. Ну, это уже больше в этом самом телеграмме у нее, ну, и у меня потом. Ну, посмотрим, да. Ну, хорошо, ну, давай я готов и на наш вебинар, который вот сейчас мы с Романом Газенко проведем. Потом мы проведем с Киселевой нашей. Для женщин. Это уже для женщин, потому что там будет элемент гинекологии касаться. Вирусы, не вирусы. Там вот многие меня спрашивают, а специалист в этом как раз таки не я, а Киселева. Хотя я в интернатуре по акушер-гинекологии проходил у меня в институте. Ну, ладно, Шерле привет передай. Гретке привет передай. Максику там привет передай. Ему уже... Вы тоже, слушай, прав-прав. Да, надо, да. Хорошо, хорошо. Еще раз поздравляю с днем рождения, маленький. Мы вас тоже поздравляем. Всего хорошего. До встречи. Улыбнитесь. Да, улыбаюсь. Прессуй больше. Хорошо. Твой прием вот этот, который окуни голову в плечи и сжимай кулаки в это время. Такой замечательный прием, который раскрепощает шейные мышцы и дает возможность легко думать, уверенно. Очень хороший прием. Мои дети – это прелесть, потому что это династия наша. Давай, целую. Готов картину к следующему разу. Я тебе через два дня позвоню. Хорошо. Пока-пока. Давай, целую. Хорошо. Хорошо. Ох. it's the beginning. Продолжение следует...